Несмотря на пасмурную погоду и небольшой дождь, болельщиков собралось немало. Борьба за победу шла упорно на каждом метре футбольного поля. В самом начале первого тайма тагильчане попытались забить первый гол, но им это не удалось. Салдинские футболисты тут же перехватили инициативу и овладели мячом. На 22-й минуте Сергей Николаев отправил первый мяч в правый нижний угол соперника. Через короткий промежуток времени титановцам вновь удалось создать голевой момент, но мяч оказался в руках вратаря. Третья попытка салдинских футболистов забить гол также оказалась неудачной. Ловкий вратарь тагильской команды вновь перехватил мяч, едва не получив при этом травму. Спутник также не упускал возможности и неоднократно пытался забить гол Титану, но мяч пролетал над воротами салдинских футболистов. Уже на последних минутах первого тайма Дмитрий Петренко забил второй гол Спутнику. На перерыв футболисты ушли со счетом 2-0 в пользу салдинской команды. Во втором тайме борьба между командами продолжилась. Преимущество было на стороне Титана. Несмотря на это, салдинские футболисты продолжали атаковать. Атаки и контратаки сменяли друг друга. Голевых моментов было много со стороны обеих команд, но всеми воспользоваться футболистам не удалось. Игра подходила к концу, но салдинские футболисты не оставляли надежды порадовать болельщиков вновь забитыми голами. На 38-й минуте с Сергеем Бугаенко был забит последний третий гол Спутнику. Салдинские футболисты ушли с поля с заслуженной победой, а болельщики с гордостью за команду Титан. Игра закончилась со счетом 3-0. Установку, в принципе, задачу на игру выполнили. Отлично. С этой командой, с Тагилом мы всегда играем очень упорно, принципиально. Главное, три очка взяли, болельщиков порадовали. Всякий результат, результат, даже отрицательный. Будем делать выводы, искать виновных, как говорится. Ну а команду Титана я поздравляю с победой. В принципе, они молодцы, старались, сделали свое дело, как говорится, обыграли нас. По итогам прошедших игр Титан вновь занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Следующая домашняя игра состоится 5 октября. Титан встретится с командой «Факел» из Первоуральска.